Акцент Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. А гостем студии сегодня у нас в качестве гостя студии выступает коллега-журналист, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов. Довольно много вопросов, Алексей Алексеевич. Только что вы услышали кучу вопросов от студентов, от преподавателей Высшей школы журналистик КФУ. Как ощущения от аудитории? Добрый вечер. Знаете, студенты – это всегда у меня обязательная часть моих поездок по России, и не только по России, потому что это очень близкое будущее. Оно всегда страшит. И поэтому студенты здесь, КФУ, мне показались людьми заинтересованными, любопытными. Это хорошее качество. Не все и не всегда бывают. Заинтересованными, извините, в своей специальности? В своем будущем. Нет, их специальность – это часть будущего страны и мира. И с учетом того, как все быстро развивается, всего мира. Ребята задавали вопросы, а, заинтересованно, б, ядовито, что важно. Это уже для профессионального журналиста. И даже важно, что они задавали. Они внимательно слушали. И я, поскольку старый школьный учитель с 20-летним старым, я вижу внутренние согласия, внутренние согласия. Что-то я им открыл. Что-то это было видно даже без слов. Они так реагировали. Скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас уже упомянули, что вы всегда стараетесь встречаться со студентами, журналистами. Вы видите в этом какую-то миссию для себя? Или вам просто любопытно? Или вы, может быть, высматриваете кадры для себя в каком-то обозримом будущем? Вы знаете, в этом смысле, Юрий, я вампир, потому что я от них заряжаюсь. Я приезжаю заряжаться, да? И пытаюсь понять, что этому следующему поколению, которое ненамного старше моего сына, что им интересно. И, конечно, дело это с вполне корыстной целью. Вот есть техоказание. Вот уже одна девушка запросилась. То есть я уже помог коллегам. На самом деле очень интересно. Я же не понимаю, чего они думают. Они для меня, как инопланетяне, они на 40 лет меня младше. Подождите, я родился в другой стране. А я управляю очень сильным медийным ресурсом. Я должен понимать запрос. Мне кажется, что молодые очень часто отражают свои семьи. Это тоже важно. Поэтому нет такого города, когда бы я не приезжал, они говорят, слушайте, мне нужно встречаться со студентами или со старшими школьниками. Даже со старшими школьниками? Да, или со старшими школьниками. Поколение Z? Да, поколение Z, но Z не последняя буква алфавита. Там впереди еще много чего. Ну, говорят уже, что можно готовиться к поколению альфа, новый счет, алфавит не бесконечный. Возможно, я меряю по 16-летнему сыну себя, да, у нас большая разница, все-таки у нас 45 лет разница, два поколения между нами. И я, вот подростков, мне кажется, я понимаю, кажется. А вот на старше чуть я не очень понимаю, поэтому я езжу, встречаюсь. Это нормально для любопытства, да, любопытства, да, напитаться эмоциями, да. Кулюш, мы с вами заговорили, начали со студентов-журналистов, с тем, кто, чем от кого питаются, они от вас, вы от них. Нет ощущения, ну, отчасти вы эту тему затронули, вот на встрече, которая только что завершилась, нет ощущения, что все-таки журналистское образование в России, во всяком случае, ну, нельзя сказать, что деградирует, но что учат не совсем тому, и, может быть, не совсем тех, с точки зрения отбора. Ну, про отбор ничего не знаю, я думаю, в каждом университете свой отбор. Нет, извините, Алексей, я просто поясню, вот я тоже учился на журналистике, и в мою пору условий было два. Либо у тебя есть два года стажа, либо ты отслужил в армии, это первое условие, для того, чтобы подать заявление на факультет журналистики, второе условие, ты должен представить публикации, они должны быть рассмотрены, и после собеседования ты допускаешься, либо не допускаешься к вступительному экзамену. Сейчас девочка, мальчик, 17 лет, школьная, камня вперед, ограничения сняты. Кстати, тогда были еще на юрфаке такие же ограничения, я вот в этом смысле говорю об отборе. Я не заканчивал факультет журналистики, в общем, и я считаю, что дело не в отборе. Во-первых, журналистика стала массовой профессией в связи с ростом медийных ресурсов, и поэтому вот такого отбора, не то что одна газета, один телеканал, одно радио, да, сейчас спрос больше. Во-вторых, очень многим вещам учатся в ходе, и новая журналистика, она еще не выстоялась, мы не знаем, как к ней готовить. Но в разных университетах есть разный набор, разный учебный план, может быть, не очень интересно, но мне все-таки кажется, что, я уже говорил, изучать надо несколько базовых вещей. Это иностранные языки, это компьютерная грамотность, это грамотность в соцсетях, и это история этики журналистики. Потому что, собственно, этика есть основа профессии. Именно этика, а не некие приемы, которые мы можем научить легко и быстро. Причем, что интересно, это касается, извините, что перебиваю, не только журналистики, это и бизнес касается. Бизнес без этической основы тоже недалеко уйдет. Ну, если вспомнить, что первыми бизнесменами, во всяком случае, в Европе были пираты, их дети, там тоже разная этика была. Это первичное накопление капитала. Да, а сейчас у нас идет первичное накопление новых знаний о журналистике. Сейчас у нас идет первичное накопление. И ровно поэтому я сторонник того, чтобы забрасывать широкий невод. И я вам могу сказать, что к нам на Эхо в Москве приходит человек 70, и 2-3 остается. 2-3 я оставляю, если, ну, по взаимному согласию, естественно, это же не крепостное право. Ну, вот это первичный отбор. Ну, да, а их тоже дальше кто-то отбирает. Поэтому я не вижу здесь проблем, честно говоря. Потому что все те, кто сейчас в социальных сетях, они как бы получают некие навыки собирать и распространять информацию. Писать мини-репортажи в своих, даже не думая об этом, в своих фейсбуках и в контактах. То есть, у них эти вещи есть. И я вам могу сказать, что на самом деле одна из самых замечательных историй, когда я взял сразу стажера, это было во времен взрыва в лондонском метро. И тогда английская полиция зажала информацию. Я вдруг вижу на моих экранах телевизора в кабинете, я вижу, значит, что-то там написано. Эко оф Москау. То есть, ссылка на Эхо Москвы. Sky News, BBC. Что мы сделали? Это стажер, мальчик, нашел на сайте телефон Скотланд-Ярда, нашел дежурного офицера и записал его. А вообще ему, мне в голову не пришло, он вообще записал его, его комментарии. Дежурный офицер, как положено, отбарабанил свою зарплату за фунты, за что ему платят, про взрывы в метро. И мы были первыми в Осковской радиостанции, потому что стажер, знающий английский язык, Тихон Зитко. Его, собственно говоря, стажер. Я этого мальчика вызвал, Тихона, сюда и сказал, значит, так, ты зачислил. Я не знаю, что ты умеешь, что ты знаешь. Ты зачислил. Забыли тему. То есть, на самом деле, и так бывает. И так бывает. Возвращаясь к вопросу об этике, если можно, на двух конкретных примерах. Ну, по-видимому, все уже знают, во всяком случае, мало, наверное, кто не знает, недавний скандал, случившийся на эхе Москвы с Михаилом Веллером. У меня вопрос. Вот с вашей точки зрения, как главного редактора, проблема была в том, что сам Веллер оказался, ну вот, по каким-то причинам в сверхвозбужденном состоянии. Или все-таки Ольга Бочкова немножечко его подтолкнула к этому состоянию? Разбирали ли вы эту ситуацию после эфира? Да, конечно, мы разбирали эту ситуацию после эфира, когда пришла расшифровка эфира, и мы на большом экране смотрели видео, которое было снято. Надо сказать, что Михаил Веллер имел передачу на эхо Москвы, где он один сидел перед городом Эмиром и вещал. Мы с ним так договорились, и он уже, по-моему, около года это делал. А здесь он запросил на интервью. Собеседника. Да. Он запросил передачу, где есть интервьюер, а не собеседник. И когда он сказал, не задавайте мне вопросы, но это ее работа, я за эту зарплату плачу Ольге, чтобы она задавала вопросы. Это интервью. Поэтому гость повел себя так, как он повел, а к журналисту у меня нет претензий, и там все этично было. Она говорила, я буду задавать вам вопросы, продолжайте. Он говорил, вы не будете задавать мне вопросы. Я буду задавать вам вопросы, продолжайте. Ведущий или спотыкачка, как-то так он даже выразился. Ну, это его трудности, потому что, поскольку, во-первых, он не извиняется, я закрыл его передачу, закроюсь 1 июня, если он не извинится перед Ольгой. А во-вторых, я знаю, что очень многие коллеги с разных телеканалов, они же видят, что произошло. Они не будут ставить под удар своих ведущих перед этим хамством бесконечно. Ну, и Доренко проявил здесь солидарность. Да, Сергей Доренко, я ему очень благодарен, проявил здесь солидарность. Но на самом деле, Михаила Ощича немногие теперь будут приглашать. Да, пожалуйста. Еще один вопрос из того же ряда, можно назвать его кухонным, в двойном смысле кухни профессии и обывательское любопытство. Что с Лесей Рябцевой? Где она сейчас? Она ведь тоже в свое время произвела фурор. Да, Леся сейчас участвует в телевизионном проекте «Холостяк». Вот так. Она вроде вышла в полуфинал, то есть среди там многих девиц ее отобрали. Она делает здесь карьеру, собирает опыт. Она девочка многосторонняя, я ей желаю всяческого успеха. У меня много людей покинуло радиостанцию и в прошлом, и в этом году, и в позапрошлом году. Я за всеми ними, почти за всеми ними наблюдаю благожелательно. Они приобрели опыт. Я надеюсь, что этот опыт, как негативный, так и позитивный на эхе, им поможет в их дальнейшей жизни. А дальше все взрослые люди. Да. Ну, дай бог, чтобы так все сложилось. Касательно вашей судьбы, вашей истории на эхе. Я знаю, что вы в одном из интервью рассказали, что первое ваше задание на эхе заключалось в том, чтобы сидеть под столом и сигнализировать ведущим, есть телефонный звонок в студии или нет. У меня такое ощущение, что это все-таки степоль. Нет, это не стекло, на самом деле. Это было реально, потому что, реально, я ее опишу, она была еще более смешная. Дело в том, что вот мои друзья, Сергей Корзун, Сергей Бунтман, они открыли, собственно, радиостанцию и, собственно, позвали меня отмечать это дело. После эфира. Эфир там шел, по-моему, час или два всего. Но проблема была в том, что, значит, был телефон, они хотели принимать с первого же дня звонки, но на телефоне перегорела лампочка, которая показывала, что есть звонок. Поэтому меня, как гостя, который пришел пораньше, не имеющий отношения, попросили сесть под стол, потому что там не было другого места, под пульт, да, и снимать периодически каждые, там, 10 секунд трубку. Если есть звонок, я снимал трубку, есть звонок. Они выводили в пульт. Потом мы пошли выпивать. Ну, это было, да, ну, это было, собственно, техническое решение. Я не могу отказать своим друзьям, тем более, что они наливают. Подождите. Это оригинальное решение я должен сказать. Ну, а как? Хотя фактор наливания смягчает ситуацию. Смягчает ситуацию. Я согласен. Откупились. Откупились. Хорошо. Давайте теперь поговорим немножко о главном. То есть о Путине. Естественно, у вас главный один с большой буквы. Конечно. У вас очень, я бы сказал, интригующая история взаимоотношений с президентом. Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Были эпизоды, когда он публично, обращаясь к вам, сообщил, что вы враг. Были эпизоды разноса по поводу, по-моему, эпизода Грузии. Восьмой год Грузии. Было. И в то же время он вас поздравляет с юбилеем. Шлет телеграмм поздравительные по поводу Дня народного единства. Вы с ним периодически встречаетесь в кулуарах. Как это можно охарактеризовать? Как вы сами это видите? В чем причина таких неординарных колебаний? Во-первых, я думаю, что неординарные заключаются в том, что Владимир Путин, и как до президентской эпохи, когда мы впервые познакомились, в президентскую эпоху он неординарный человек. На самом деле, он очень любопытный человек. На самом деле, я мечтаю о нормальном интервью с ним. Нет нормальных интервью с ним. И пусть не обижаются мои коллеги, в том числе западные. И колесник. Да, он не делал интервью. Нет интервью с ним. И, наверное, интервью было бы интересно, когда он бы оставил свой высший пост. И это всегда интересно, потому что человек становится свободен. Но вам долго терпеть. Ну, я потерплю, терпеливый. На самом деле, ведь первое интервью, единственное интервью, которое я делал с Путиным, было неординарным совсем. Он был главой контрольного комитета, контрольного управления по президенте. И, значит, я прихожу, я еще не главный редактор. Я прихожу, и приходит, но нет новостей. Вообще, так говорят, ну, нет новостей, и нет комментариев. Я отвечаю за информационные слова. И вот мы мучаем. И вдруг мы увидим, что Ельцин дал, я это хорошо помню, и, кстати, он помнит, Владимир Владимирович, команду руководителя контрольного управления президента Путину ВВ расследовать, каким образом танки, отправившиеся на утилизацию в Мурманск, оказались в Нагорном Карабахе. О, новость! Опа! А кто такой Путин? А, это бывший, а, это бывший вице-мэр при Собчаке. Это все, что мы знали. А, теперь он здесь. А, ладно, я говорю, дайте мне телефон приемной. Набираю приемную. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Потом выяснилось, что это Игорь Иванович Сечин снял трубку тогда. Помощник для его был. Понятно, да. Я говорю, вот знаете, вот я эхо Москвы, а мог я переговорить с Владимиром Владимировичем? Неуверенно сказал я, имею в виду имя отчество. Я говорю, а сейчас, секунду, тын-тын-тын-тын. Здравствуйте. Я говорю, вот я Алексей Венедиктов. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Я вас слушаю. Я говорю, Владимир Владимирович, вот пришла новость, нам бы хотелось комментарий. Он говорит, комментарий? Ну, конечно, ну, вы же понимаете, я все не могу сказать, только поручение. Я говорю, да, Владимир Владимирович, ну, вот хотелось бы комментарий. Имея в виду по телефону, говорит, ну, хорошо, говорит, давайте адрес, сейчас приеду. Я, а! Я так, а! Значит, и даю адрес, говорю, ребят, ну, теперь я сам сяду, потому что надо изучать вопрос про танки, я не понимаю, о чем речь, да, я человека позвал, на что, мы-то думали, 10 секунд, да, как положено, значит, он приезжает, ну, тут же камеры набежали, потому что была единственная новость в этот день, и есть фотография, есть съемка, где худенький Путин и худенький Венедиктов, да, худенький Венедиктов, да, и еще черненький с ржаной, вот, они говорят про танки эти самые утилизованные, и когда мы распрощались, он говорил, вы знаете, говорит, это первое мое интервью, в Москве очень интересно, что там интересного было, 10 минут не знаю, и это такое, вот, знаете, осталось отношение, он помнит, до сих пор я недавно просил у него интервью, я же тебе про танки уже все сказал, разговор был, да, это было 20 лет назад, и с тех пор мы пересекались на каких-то приемах кремлевских, здоровались, потому что, ну, кто берет интервью у начальника контрольного управления, кроме, 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 которого, да, которого не было новостей, у которого не было новостей, нет, и мы очень благодарны ему были, на самом деле, он создал новости, ссылались, ну, как, новость-то растала, и потом, когда он стал директором ФСБ, мы встречались уже в группе журналистов, и потом, когда он стал кандидатом в премьеры, естественно, мы же, мы политические журналисты, но мы не вспоминали про это, и потом, когда он был уже избран президентом, ну, тоже были встречи, он помнит, он часто недоволен работой эхо, и он это говорит, публичный, я, кстати, по-моему, единственный журналист, который он дважды публично под камеры за противоракетную оборону, за грузинский конфликт, критиковал, я всегда говорю, послушайте, мы критикуем Путина каждый день, он может нас критиковать? Что вы волнуетесь, говорю я своим журналистам по этому поводу, он имеет право, как любой слушатель эхо, а уж президент, такой же, надо же критиковать, и, кстати, когда он критиковал меня по поводу информационной политики радиостанции по грузинской войне, у него в папочке были наши косяки и ошибки, реально, я же приехал, я проверил, я говорю, ребят, вы меня подставили, ну, что вот тут вот сказали, вот этого не было, вот чего, я понимаю, война, я понимаю, слушайте, ну, почему я должен был хавать вот это все при всех под камеры, да, как на меня наезжал президент, да, почему, это наши косяки, извините, вот здесь он не прав, а вот здесь, вот он сказал, этого не было, да, не было, а мы почему это давали, и вот это очень важная история, что он был предметен в своей критике, и когда он критиковал нас уже совсем под телекамерой, практически в прямом эфире про противоракетную оборону, ну, правда, он критиковал позицию наших гостей, это наши гости были, я тут, чего я человек, чего я понимаю в противоракетной обороне, вот, но, тем не менее, имел право, и, как бы, ну, хорошо. Это все очень интересно, но вот вы вспомнили историю 17, по-моему, 18 даже летней давности, когда он был начальником контрольного управления, 20, да, 20, да, 20, много воды утекло, но Путин, и этот Путин, насколько я понимаю, совершенно разные люди, абсолютно разные, в чем он изменился, с вашей точки зрения? Ну, знаете, во-первых, он заматерел, он, конечно, он самообучающаяся машина, я помню его первые встречи в закрытом режиме с главными редакторами по международным делам, они были понятны и ходульны, они не были софистики, они не были сложными, он сейчас очень сложно объясняет, то есть он в курсе многих вещей, у него замечательная память по-прежнему, а он заматерел. Прямые линии показывают. Да, 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 и, кстати, я хотел бы опровергнуть, что все вопросы готовятся заранее, согласовываются, я вам могу сказать, вот, когда мы, например, шли, например, я шел в очередной раз на прямую линию, когда меня приглашает, и про секретарь президента Дмитрий Песков, он говорит, ну, ты можешь задать любой вопрос, я ему сказал, я скажу про Немцова, спрашиваю, а пусть он подготовится. А пусть он не импровизирует, а пусть он все досье посмотрит, понимаете, да? Я сам говорю тему, я не говорю вопрос, я говорю тему. Или в последний раз, я спрашиваю про Улюкаева, про арест министра, мы спросили, пошел, не, неважно. На самом деле, так вот, конечно же, у него просто хорошая память. И вот та история, все помнят, когда ему сказал, это был апрель 12-го, что публично он, сказали мне, что он очень на меня обиделся, я сказал, что в вашем правлении стали появляться сталинские нотки. Мне потом все наши общие знакомые, ты с ума ска, какие сталинские нотки? При сталинских нотках ты сидел бы закопанный уже там по шее. Ну, аргументации известные, да. В апреле 12-го я, вот если будет прямая линия, если я на нее пойду, я вот напомню, что пять лет назад я говорил ему, пусть обижается, но главное запомнил. И я на него обижаюсь, я тоже обиделся. Я сказал, вы на меня обиделись? Я вижу, да, я обиделся. Ну, что у него, то, что несправедливо, обижает. Все понятно. Или не точно, или недоговорено. Не, не точно, недоговорено, все понимаем, какие бумажки ему кладут. Вот смотрите, вы сейчас характеризуете свои отношения с Владимиром Владимировичем Путиным, отмечаете его эволюцию, и говорите, что вот в 12-м году было так, а сейчас вот уже какое-то такое сгущение идет в атмосфере, да, что впору и не спорил бы, да, уже со своими оппонентами про сталинские нотки. Но вы-то сами себя при всем при этом позиционируете как такой завзятый консерватор. Да, реакционер. Реакционер даже, вот, поклонник Тэтчера, Рейгана. Они были либералами, и именно в этом смысле я себя так позиционирую. Тэтчер вытащила Англию из глухой провинции Европы. Англия сейчас благодаря Тэтчер. Да, да, но она что-то там. И Рейган тоже сам. Она что-то сделала волевым образом, например, с угольной промышленностью. Совершенно верно, совершенно верно. Наплевала на все вот эти вот либеральные подходы. И просто железной рукой. Секундочку, Дэнационализировала. Дэнационализировала, да. То есть либерализировала угольную промышленность. С этой точки зрения, да. Так у нас тоже Путин либерализировал. У нас вся угольная промышленность частная сейчас. Она частная. Он тут тоже это сделал. Послушайте, я на самом деле говорю о другом. Я никогда не голосовал за Владимира Путина, и я не разделяю. Но вы вообще ни за кого не голосовали. Но я не разделяю его представление о прекрасном. Я это ему говорю, поэтому говорю и вам. И он меня однажды спросил, какая у меня основная претензия к нему. Ну, это был довольно частный разговор. Я не буду по этому подробности говорить. Но я сказал, что моя главная претензия к вам, Владимир Владимирович, что при вашем правлении уничтожается конкуренция всюду. Уничтожается конкуренция в экономике, уничтожается конкуренция в политике, уничтожается конкуренция в политических институтах, уничтожается конкуренция в идеологии. Это значит, вы отнимаете керосин бензина от нашего движения вперед. Вот что это значит. Он со мной не согласился. Правда. Я очень жалею, что эта дискуссия не была публична, потому что у него были свои контраргументы. Я не могу их приводить, потому что он не давал мне на это никакого права. Но я надеюсь, что когда-нибудь нам удастся в виде интервью сделать эту дискуссию, потому что именно это, с моей точки зрения, является его грандиозной ошибкой. Грандиозной ошибкой, которая отражается на жизни страны. Я ему это говорю, ему это не нравится, он мне говорит, что ему не нравится в моей работе. Но вот так и живем, что называется. Все понятно. К вопросу об уничтожении или зажиме конкуренции, это и научные исследования подтверждают, что за последние три года уровень конкуренции падает в экономике. Я уж не говорю о политической сфере. Хотя здесь все-таки многоголосие имеет место, опять же, благодаря новым технологиям. Она сокращается все равно. Сокращается, благодаря эху тому же. Все равно сокращается. Все равно сокращается. Но если уж проводить дальнейшую параллель со сталинскими нотками, то при Сталине отсутствие конкуренции возмещалось другим образом, другим стимулом, страхом. Вы прогнозируете, что эта ситуация может возникнуть? Да, эта ситуация может возникнуть. Я приведу пример. Вот авторитарное государство – это то государство, где государственный аппарат пытается контролировать общественную жизнь граждан и участие граждан. Это тоталитарное государство. Это то государство, где государственный аппарат пытается контролировать не только общественную жизнь, но и частную жизнь. Вечерное пространство. Но и взгляды, и мнения. И мы видим, что в последнее время некоторые решения судов… Покемоны. Да, конечно. Дело не в том, что это хорошо или плохо. Это плохо. Но это ведет нас. И я думаю, что вот скоро Владимир Владимировичу зададут вопрос. У нас нельзя быть атеистом? Познер уже задал вчера этот вопрос в своей прощадке. Я имею в виду лично. Познер абсолютно правильно. От имени Познера. От кого угодно. Я думаю, что будет такая возможность. И мы ждем прямую линию в июне. Как я понимаю, и думаю, найдутся люди, которые прожатут. Ну, и еще другие будут возможности. Я думаю. Я надеюсь. И в этой связи это как раз вот этот переход. А если ты с этим не согласен, ты получаешь три с половиной года условно. Но ведь условно это как? Ты перешел на красный свет и сел. Да, конечно. Тебя подвесили. Это опасные тенденции. Они мракобесные. И с моей точки зрения они отбрасывают нашу страну далеко назад. Вот Путин вчера подписал концепцию экономической безопасности. И информационной. Да, да, да. Я как раз про информационную. И там он говорит развитие технологий. Но послушайте, мы 10 лет тому назад, ну хорошо, не 10, 20 лет тому назад одновременно с американцами входили в информационные технологии. У нас была фантастическая поисковая система Яндекс. У нас было ВКонтакте, изобретенное здесь. У нас были ВКонтакты, изобретенные здесь. Где эти люди и где сейчас они? Почему падает доля рынка этих компаний в России? Потому что на приняты мракобесные законы. Запрещающие то, сё, пято, пято, пято. Мы начинаем отставать потехнологически. К нам не идут капиталы. У нас запретные иностранные инвестиции. Алексей Алексеевич ВКонтакте, по-моему, чувствует себя очень неплохо. Да, только они сменили контент. Да, и взяли его под контроль. Я вас уверяю, быть в закрытой стране, не соревноваться. ВКонтакте должно соревноваться с чем? С Фейсбуком? С Фейсбуком? ВКонтакта больше? Нет, где? Посетителей? Где? Пользователей? Где? Как где? В России. В России, конечно. А в Турции кто? А экспансия? А Фейсбук в мире? Вы хотите глобального соревнования? Я хочу, чтобы Россия глобально соревновалась в мире. И она могла это делать в 90-е годы. Яндекс в Турции начал вытеснять. Это да. И всё теперь. А теперь наоборот. А теперь наоборот. Понимаете? Это то, что изобрено было здесь. Слушайте, а где Сергей Брин? Он там. А чего? Он там. Подождите. А где Павел Дуров? А где Аркадий Волош? Извините, но эти люди, которые создавали реально новую экономику России и ставили её на одну плоску с американцами и с Евросоюзом. Извините. И это доказательство моей правоты. И я собираюсь, Владимир Владимирович, этот пример приводить. О том, что вы пишете одно, а исполняется другое. Потому что такие законы, которые вы же и подписали. Вы же и подписали. Ну, качество наших законов – это отдельная песня, да? И какого количества подзаконных актов они требуют. Владимир Владимирович это подписал, это его ответственность. И какие потом возникают правоприменительные ситуации. Это его ответственность президента. Закон подписал президент, конечно. Это его ответственность. Вот эти тенденции, о которых вы говорите, и во многом справедливо говорить, хотя здесь есть какие-то нюансы, можно по мелочам спорить, но не будет. Ну да, 3,5 года давать за атеизм или 3,7. Нет, 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 нет. Это как нюансы, конечно. А я имел в виду о том, кто где что изобрел. Вконтакте мы изобрели, или Дуров хорошо посмотрел на Фейсбук, внимательно. А это не важно. А это не важно. Это важно. Нет, это не важно. Это Попов или Марконе. Совершенно верно. По этому говорю, это не важно. Радио работает. Да, радио работает. Это не важно. Я говорил о бизнесе и о влиянии, в проникновении, в представлении новых услуг, где мы равны были с американцами. Равны. У нас было равенство не только по ракетам. Наконец-то возникло равенство по цифровой области. У нас даже приоритеты были космические в свое время. Если уж вспоминать. Военно-космические. Да, военно-космические. Если исходить из вашей оценки существующей ситуации, мы живем в предвыборном году. Ну, мало того, что это 100 лет Октябрьской революции или Октябрьского переворота, как сейчас предпочитают. А не важно. Не важно, да. Все-таки это Великая революция была. Это грандиозное событие. Грандиозное событие. Так вот, как вопрос заключительный, как к политическому журналисту, как к человеку, благодаря своей позиции в пространстве, да, в профессиональном, в общественном, в политическом, опять же. С вашей точки зрения, 18-й год будет означать всего-навсего, как говорится, какую-то меточку на том же самом пути, в той же самой целье? Или сами обстоятельства человека, который, как вы сказали минут пять назад в ходе нашей беседы, самообучающаяся машина, который эволюционирует, который очень предметен. Сами обстоятельства, в том числе те, о которых мы с вами говорили, о которых вы говорили, подтолкнут его к тому, чтобы сменить вехи. Смотрите, во-первых, не знаю. Когда, нет, я объясню. Когда все в голове одного человека, а не в институции, даже посчитать невозможно. Но что я знаю, да, что я знаю? Я знаю, что четвертый мандат будет не похож на предыдущие три. И если символом третьего мандата стало присоединение Крыма, это центральная веха третьего мандата, и это даже не обсуждается, то, насколько я знаю, повторяю, не представляю, а знаю, Владимир Владимирович действительно, и, как мне говорят, мучительно, так мне говорят, размышляет четвертый мандат зачем? Итак, четвертый мандат для чего? Точнее, да. Да, 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 чтобы было понятно вашим зрителям, для чего. И он это размышляет, извините, наедине с собой, и обсуждает это с ближайшими сотрудниками и друзьями в более расплывчатых терминах, поэтому я, к сожалению, я понимаю, что мандат будет другой. Я понимаю, что мандат не будет линейный. Я понимаю, что не будет линейного продолжения курса на мракобесе и изоляцию. Я это понимаю. Линейного не будет. Но пятнами будет. Голограммы будут возникать, да? Голограммы будут возникать. И есть же еще внешний мир, мы же не в изоляции. Это да. Есть внешний мир, который оказывает влияние. Люди говорят давление, я всегда говорю влияние. Но, ребята, как это может быть, я недавно рассказывал, как свежеизбранный президент Макрон сказал действительно важную вещь. Какая изоляция? Вы сидите во французской деревне, и вы можете поступить в Оксфорд, сдав экзамены по интернету, а можете поступить в ИГИЛ и воевать. В организацию, запрещенную в Российской деревне. Да, но для французской деревни это не важно. То есть, не выходя из своей деревни, а какой изоляции? Вы можете выбрать такой путь, такой путь. Индивидуально и каждый. Поэтому мне кажется, что это путь тупиковый. Я понимаю, что Путин человек внимательный, дотошный, занудливый в проведении своей политики. Он тоже это понимает. Он тоже это понимает. Нет разговора про изоляцию. Он пытается найти выход, сохранив Крым и Донбасс. Извините. И вот это поиск вот этого решения, ослабить давление на Россию. Слово мучительно здесь подходит. Да, это мучительно. Просто мне это несколько человек сказали. Слово мучительно. Путин мучительно. Путин мучительно. Думает. Мучительно. Давайте попробуем. Каждый на своем месте. Каждый в свою силу. В силу своего таланта. В силу своей, опять же, позиции в пространстве. Может быть, как-то сможем помочь. Стране. Стране. А мы это и делаем. Каждый день. И каждый на своем месте. Спасибо вам за это. И за то, что пришли на этот эфир. Спасибо, Юрий. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. У нас в гостях сегодня был главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова